всем привет друзья и гости моего канала сегодня делюсь с вами очередным вкуснейшим обалденнейшим рецептом быстрого ужина у кого-то может быть это и завтрак и обед без разницы но это очень вкусно чем примечательно и классно это блюдо а тем что готовим все в одной сковороде все вместе закинули крышкой накрыли и ждем вкуснейшего ужина для этого рецепта мне понадобится картофель друзья я сегодня именно у меня тот случай когда я спешу мне нужно приготовить быстро у меня нет времени долго стоять вернее у плиты поэтому я ничего сегодня не взвешивала в принципе в этом блюде все можно добавлять на глаз у меня картофель я его быстренько почистила у меня капуста уже нашинковала фарш свиной без разницы можно использовать и куриные индюшины и свина говяжий говяжий что у вас есть что найдется у вас далее лук морковь если есть помидор и сладкий болгарский перец пожалуйста добавляйте будет еще круче и добавлю немного риса сорт риса разновидность не влияет ни на что у меня сегодня груглый рис здесь примерно три столовых ложки первым делом друзья у меня закипел чайник я рис заливаю кипятком для того чтобы он немного пропарился и отставляем сторону далее быстренько нарезаю лук просто кубиком сильно не мелочитесь можно прям вот такой вот хороший кубик нарезать и таким образом вот так вот крупненько я нарезаю половину лука а вторую половину я нарежу помельче и его буду добавлять фаршу а этот пойдет у нас на зажарку как и говорила друзья часть лука я добавляю фарш далее здесь же на этой дощечке чтоб не марать много посуды нарезайте морковь можно на корки можно кубиком все разлетается потому что спешу можно просто так вот произвольно вот такими кусочками то есть крупность нарезки в калибр размер уже регулируйте сами кому-то нравится более крупно кому-то более мелко не важно можно соломкой нарезать вот как получается вот как нож у меня падает так так пойдет осталось нарезать картошку можно вот так вот вдоль оставить вот такой вот формы да но я вдоль и еще раз и напополам и вот такие кусочки будет достаточно чтоб быстрее приготовилась то есть еще вот так вот напополам далее к фаршу я добавляю одно яйцо и добавляю рис буду я слила кипяточек которым мы заливали рис далее сюда к фаршу я добавляю соль по вкусу пару щепоток черный молотый перец обязательно по вкусу а также любимые ваши специи для мяса и теперь все тщательно перемешиваем тем временем у меня на плите уже стоит сковорода и она разогревается будем готовить далее друзья на сковороду наливаем растительное масло и отправляю обжариваться лук буквально пару минут обжаривать сильно ничего не зажариваю слегка лук стал мягким позолотился и потом будем добавлять морковь добавляю морковь еще обжариваю буквально одну минутку на этом этапе если у вас есть болгарский сладкий перец вот добавляйте самое время добавить добавляю картофель и прогреваю буквально пару минут по сути не для того чтобы картофель обжарился а просто-напросто его прогреть у меня все выскакивает пытается убежать избежать и так всего пару минут и картофель прогрелся затем добавляем капусту здесь соотношение не настолько важно допустим если вы больше картошки меньше капусты либо наоборот тут уже кто что больше любит но мне в этом рецепте очень нравится в результате капуста поэтому я капусты мне кажется немножко больше добавляю чем картофеля ну и теперь все перемешаем и снова пару минут для того чтобы все вместе смешалось перемешалось вкус и соединились капуста пустит сок буквально две минуты будет достаточно и капуста прогреется и будем дальше добавлять смотрите как все быстро и просто все друзья и капуста у нас теперь тоже прогрелась теперь добавляем соль по вкусу немного черного перца любые как я всегда говорю ваши любимые специи которым вы привыкли у меня вот такие специи для овощей еще разочек все перемешиваем масло я больше не добавляю до того чтобы блюдо не получилось слишком жирным потому что по сути дальше она уже будет тушиться практически без нашего участия все перемешали и теперь сюда друзья можно добавить что-нибудь томатное принципе не любите это что-нибудь томатное может не добавлять а просто залить это все водичкой томатная то что может быть томатная паста кетчуп любая аджика даже томатный сок как моем случае у меня мой домашний томатный сок стаканчик будет в самый раз и всегда вы помните если вы добавляете что-нибудь когда говорит томатное всегда добавьте щепотку даже пару щепоток обычного сахара просто сахар пару щепоток добавляем хорошенько я перемешиваю чтобы вот это что-то томатное у нас прогрелась вот и дальше просто буду доливать воды но у нас же еще есть фарш подождите секундочку сейчас я вам все покажу а дальше мы берем горячую воду и наливаем просто горячую воду я наливаю на глаз вот так вот будет достаточно и сверху друзья мы будем формировать из фарша кто скажет тефтельки кто скажет котлетки фрикадельки как угодно то есть я беру вот из мисочки небольшое количество фарша размер смотрите сами как вам хочется как вам душа ваша пожелает можно вот такого размера можно поменьше тут уже на ваше усмотрение можно овальные можно делать круглые но я предпочитаю овальные вот примерно вот так и раскладываем вот таким вот образом стараемся их делать одинаковыми вот я беру стараемся делать одинаковыми и раскладываю по всей поверхности вот так вот огонь убавляю чтобы не так быстро все бурно кипело фарш отлично склеивается в принципе сказать честно я яйцо не всегда добавляю в этот раз у меня фарш был такой густоват и поэтому решила добавить можно и без яйца все равно в любом случае они будут держать форму назовем тефтельки вот так вот раз раз и выкладываем вот какая красота получается все друзья и дальше все готовится без нас я накрываю крышкой и готовлю это все минут сорок то есть картофель в любом случае с капусты приготовиться наша задача для чтобы рис приготовился полностью водички я еще чуть чуть добавлю чтобы уровень был повыше вот так вот они вполне пропарятся про готовятся если переживаете и вам нужно приготовить либо вам нужно приготовить еще быстрее такой ужин тогда рис отдельно слегка подвалите ну то есть не до полу готовности вот так скажем все накрываю крышкой 40 45 минут я возвращаюсь у меня ужин готов ну что друзья вот и все готова пока я занималась своими делами зашла на кухню у меня уже все готово вот такая вот получается красота то есть здесь по сути минимум жареных обжаренных продуктов больше блюдо тушеное осталось добавить зелень у меня сегодня это зеленый лук вот так ярче будет красочнее посыпаем и накладываем и вкусно ужинаем посмотрите какая красота аромат у меня стоит просто на всю кухню уже хочется поскорее попробовать вот она котлетка тефтелька вкусно и вот такая вот картошка вместе с капустой мягенькая сочная посмотрите такая вкуснота что друзья осталось попробовать тефтелька посмотрите как хорошо она приготовилась друзья это очень вкусно просто просто объедение еще хочу глаз так что друзья вот такой вот рецептик это обязательно стоит попробовать очень быстро просто ну кто-то скажет не быстро конечно 40 минут плюс там еще на обжаривание но зато удобно все закинул сковороду все занимаешься своими делами раз и ужин готов ну правда же удобно можно такой целой сковородой накормить большую семью гостей либо растянуть на пару дней и пару дней вообще ничего не готовить все друзья готовьте наслаждайтесь всем приятного аппетита и до новых встреч пока пока